итак на ремонте у меня skoda octavia с кондиционером и у меня задача дозаправить кондиционер будем это делать непрофессионально очень непрофессионально поэтому для тех кто этого не умеет профессионально и так знают как этим заниматься значит что есть у skoda octavia у меня 2007 год TDI AGR значит штуцер низкого давления вот здесь на более толстой трубе более меньший штуцер высокого давления он находится вот здесь на более тонкой трубе более большим диаметром штуцер и сюда заливая если заливается то заливается жидкая фаза но мы ее заливать не будем тем более что у меня сюда подходит красный переходник вот такой быстросъем у меня его нет но собственно это не принципиально я просто хочу дозаправить кондиционер сейчас я вам покажу в общем садимся в автомобиль заводим включаем кондиционер ставим на среднее какое-то положение вентилятор у меня 4 на двойку ставим и у меня температура вот сюда градусник в ставим движение воздуха на средину и вставляем градусник это делал вчера и у меня здесь на двойке показывают 15 градусов а на единичке вот на двойке вентилятора 15 градусов на единичке 10 градусов вообще-то это маловато на двойке должно показывать от 4 до 9-10 градусов то есть поэтому а а у меня 15 поэтому нужно дозаправить а почему нужно дозаправлять компрессоры автомобиля все очень просто возвращаемся почему компрессоры почему холодильную установку холодильник не нужно дозаправлять а компрессор холодильник автомобиля нужно причина в приводе здесь ремнем приводится снаружи есть ремень который крутит компрессор и через вал может попадать через вал сальник подшипник фреон может выходить на улицу и это считается нормальным до 15 процентов выхода фреона в год считается нормальным у холодильника нет такого привода наружного там все внутри запаяна прямо электродвигатель запаян прямо в компрессор и там нету выхода механического а здесь поэтому будем дозаправлять будем не по приборам а просто я если посмотреть вот здесь на бирке написано у нас 134 фреон и у нас всего заправлено 750 грамм поэтому я решил дозаправить 100 грамм и посмотреть чем это все закончится значит вот баллон со 134 куплен в магазине вам нужен баллон вам нужны вес нужен вот такой быстросъем на принципе можно на красную можно на синюю но вот если в газовой фазе то есть получается если мы перевернем и так баллон то будет жидкая фаза заливаться если вверх ну вот таким в таком положении то будет тут как повезет или жидкая или газообразная но я буду открывать кран вот здесь по чуть-чуть а когда открываешь по чуть-чуть и смотришь тут в окошко чтоб жидкость не шла а именно если жидкость не идет значит идет газ поэтому будем контролировать ну и будем что необходимо сделать ну нужно подсоединить значит здесь написано вот если в таком состоянии вы подсоединяете ничего не пшикает не не течет не выходит а если вы начинаете вот здесь написано открыть то есть открыть кран в эту сторону вы когда закручиваете опускается такой шток и нажимается там на клапан и тогда пойдет изнутри газ пойдет выдавится по трубке вот сюда сначала потом идет в желтую ну я подключил к желтому идет сюда и мы его сейчас отсюда из трубки если приоткроем то выпустим воздух 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 выпустили можно прикрыть и все значит воздуха уже в системе нет значит можно закачивать у нас сейчас ровно 5 атмосфер это ни на что не влияет просто говорю что значит там есть раз 5 атмосфер значит внутри газ все-таки есть и он охлаждает но охлаждает не так сильно как хотелось бы взвешиваем баллон включаем весы они кухонные поэтому вот они выключены раз кухонные они то включаются то выключаются есть из-за этого некоторая сложность взвешиваем сколько здесь всего меряем сейчас показывают 180 а вот так 190 вот так вот так 190 вот в таком положении у меня показывают 190 ну и все открываем кран и заливаем туда до тех пор пока не будет не 190 190 простите тут уж так получилось и заливаем до тех пор пока не будет здесь 1000 и тогда будет означать что я 90 грамм залил ты 1000 тут все не очень 1000 90 я открывал значит смотрите по желтому красный туда я здесь открываю кран и все туда что-то пошло смотрим чтоб не шло в жидкой фазе и ожидаем пока не зайдет туда она потихонечку если нужно быстрее заведем автомобиль и будем ждать пока здесь не окажется ровно килограмм не тысяча 90 а 1000 что-то где-то шумит сейчас если будет слабо идти то я заведу автомобиль компрессора начнет всасывать но не то чтобы всасывать но здесь просто будет меньше чем 5 атмосфер 5 атмосфер держит ну и сейчас будем проверять идет или нет сейчас с кухонными весами сложности они отключаются 1080 так и остается на на месте почти 85 практически не идет и так я решил что буду заводить поэтому немножко в другое место переставил весы и есть особенность когда вы взвешиваете с привязанным в зависимости от того как вы поставите вес разный показывает потому что он же не просто лежит он привязанный и этот может тоже давить поэтому я сюда положил а показывают другой вес и уже от этого веса нужно если вы переставляете нужно 1130 ну 1127 поэтому 1130 будем до 1030 и сейчас заведу и буду смотреть как закачивается ну что же сейчас у меня заведено включен кондиционер я закачиваю и чуть-чуть прозевал я заправил не 100 грамм как я планировал а 160 немножко больше но и что теперь у меня показывает на градуснике уже меньше десяти градусов я вставляю сюда и он там себе нормально себя чувствует на двойке было 15 а сейчас уже даже меньше десяти показывал 9 я вытащил будем смотреть чем все закончится как-то так некрасиво у меня получилось прозевал быстро начала закачивать не в газовой фазе а в жидкостную и сразу приходило много ну на этом в принципе все я и так заправил вот сейчас девять показывает уже поднялся я успел увидеть 9 то есть в принципе меня все устраивает холодит теперь мы закрываем выключаю выключаю кондиционер собственно все теперь что нужно сделать нужно подождать пока все превратится в газовую фазу здесь я уже закрыл когда мы откручиваем вот в эту сторону закроется клапка все теперь можно снять ну как я и говорил я немножко прозевал видите 990 на 40 грамм больше чем надо чем я планировал сколько надо я не знаю но сейчас холодит нормально закрываем крышечкой клапан ремонт произведем поэтому повторяйте как видим ничего сложного теперь когда вы просто вот здесь может быть еще немного жидкой фазы осталось но когда вы откроете он немножко жидкости в самом шланге осталось когда откройте он сам закроется если здесь был кран мы бы из шланга тоже выбрали но так как здесь кран не стоит то только вот так все повторяйте думаю что сам принцип понятен это видео такое чисто ознакомительное подписывайтесь на канал всего доброго